Всем привет, с вами я, Драйверсон, и это уроки по Cinema 4D для начинающих. Ну что ж, вот, допустим, вы только что зашли в программу. Так, для начала, если дефолтный язык у вас на русском, советую поставить его на английский. Переходим сюда, preference, изменяем language на English. Так, закрываем. Ну что ж, теперь давайте рассмотрим окна. Так, как вы видите, тут кастомное превьюшное окно. Можем смотреть то, что наши объекты, точнее. А, к примеру, как перемещаться в пространстве. Для этого можем зажать эту кнопку и перемещаться. Либо зажать однёрку, зажать левую кнопку мыши и перемещаться. Чтобы зумиться, можно зажать двойку, левую кнопку мыши и зумиться. Также можно так зумиться. А, чтобы передвигаться, как сказать, по ротации, для этого зажимаем тройку и крутимся. Или же можно зажать эту кнопку и крутиться. Так, давайте рассмотрим эти окна. Так, окно undo. И окно, как оно, redo. Так, в общем, вот у меня есть куб. Я случайно его сдвинул сюда. Случайно его сдвинул. Хочу вернуть его назад, но я не помню, где он у меня находился. Для этого просто нажимаем на undo. И он возвращает, как сказать, возвращает назад наш объект. Также не только объект, к примеру. Я его так дёрнул и хочу вернуть назад. В общем, вот. Так, курсор. Ну, это ясно. А, при движении, точнее, по position, передвигает, scale, уменьшает, деформирует наш объект. Rotation крутит наш объект. X, I, Z. Это нам не понадобится. А окно для просмотра нашей превьюшки, как оно будет выглядеть при рендере. Кликаем сюда. Вот, смотрим. А эта кнопка позволяет срендерить наше, как сказать, наше творение. Вот. И настройка рендера. Так, о ней поговорим чуть-чуть дальше. Так. О создании объекта тут можно создать куб, полигон, на лабжик, плейн, ландшафт. Ну и так далее. Так, Extrude. Это нам не понадобится. Эмиттер. А, ой, эмиттер. А, light. Создает, можно тут создать освещение, камеру, небо, foreground, пол, background. Свет солнечный, ну и так далее. Так, эмиттер. А, создает эмиттер. Ну, я о нем расскажу в следующих роках. А, это не понадобится. Это тоже, это окно, как сказать, с готовыми уже, как сказать, объектами, текстурами. К примеру, я хочу найти материал, но я их не умею создавать. Для этого заходим в этот браузер. Так, Prime, Materials, Misk. И тут уже можем выбрать что-нибудь подходящее. Так, теперь давайте рассмотрим окна. Нет, давайте сначала рассмотрим рендер. Так, заходим. General, нам не понадобится. Отпут. А, давайте сразу поставим VHD. 1280 на 720. А, спектратию 16 на 9. Вставим. Pixel Aspect Square. А, Frame Rate 25. Чтобы не рендерилось много кадров, а Frame Range. К примеру, я хочу, чтобы... Как сказать... У меня рендерилось полностью мою анимацию. А для этого ставим Alt Frame. К примеру, я хочу, чтобы рендерился один кадр. Current Frame. Выделенный, к примеру, пятый кадр. Вроде должен обновиться. Ну, ладно. Так, давайте перейдем во вкладку Save. Файл. Сюда мы указываем путь, куда сохранится наше творение. Формат. Тут мы выбираем формат. Так, советую все время выбирать PNG. Даже если это не... Как сказать... Если это анимационный ролик. Так. Включаем альфа-канал, если он у вас имеется. Так, Multipass. Не важно. Anti-Ariasing. Соглаживание. Советую ставить на геометрии. Потому что на Base разницы практически никакой. Но все-таки она заметна. Ну, ладно. Так, Options. К примеру, у меня есть отражение у моей текстуры. К примеру, у множества объектов. Я не хочу, чтобы у меня было, к примеру, мое отражение. Не мое отражение, а отражение объектов. Просто отключаем Reflection. Отражение. Ну, и так далее. Так, также мы можем настроить Depth. Ну, и так далее. Эффекты. Можем добавлять эффекты. Так, советую все время добавлять Ambient Inclusion. И Global Illumination. Хотя не все время. Ну, ладно. Так, давайте рассмотрим быструю анимацию. Это timeline. К примеру, я не хочу, чтобы у меня было 90 кадров. Хочу, чтобы было 100. А тут пишем 100. Так, и подгоняем под 100. Вот все 100 кадров. Пока можно сделать 50, так как анимацию я не собираюсь сделать в основном. Так, ну давайте так проанимируем наш куб. К примеру, чтобы он передвигался. Так, создаем первый фрейм. Для этого нажимаем на ключик. Так, перемещаемся на пятый кадр. Ставим куда-нибудь сюда. И опять создаем ключик. И в итоге он у нас передвигается. Так, к примеру, я не хочу каждый раз при новой позиции нажимать на ключик. Для этого включаем автовыставлятель фреймов. И он автоматически выставляет все фреймы. Так. Давайте удалим наши фреймы. Ну вот, что сказать. Давайте, к примеру, создадим что-нибудь на скорую руку. Так, вот наш куб. Так, давайте... Так, не тут. Создадим. Флор, пол. Да, кстати, материалы. А чтобы создать материал, можно либо кликнуть два раза по свободному пространству, либо файл New Material. Так, давайте создадим материал для нашего куба, для нашего пола. Так, давайте сделаем для нашего куба темный с серым. Так, включим Reflection. Обрежность поставим примерно на 8%. Кстати, тут мы можем выставлять различные функции, к примеру, альфа-каналы, glow, ну и так далее. Также мы можем добавить текстуру для нашего объекта. Так, ну, в общем, думаю, вот. Так, кидаем на наш куб и материал для нашего пола. Так, включим Reflection. Примерно 36%. И цвет сделаем. Какой-нибудь черный. Где нет? Серый какой-нибудь. Ой, члены поставят в Reflection. Ладно, ставим на Default. Так, а лор. Вот он серый. Кидаем на наш флор. Кстати, чтобы перекинуть текстуру, можно кинуть сразу на объект в нашем перспективном окне. А, или в Object. Вот. Давайте посмотрим, как у нас получается. И вот с помощью Ambient Occlusion создается вот такая мягкая тень. С помощью Reflection отражение нашего куба на полу. А, ну что же, вроде, в принципе, и всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также оставляйте комментарии. Всем удачи и всем пока.